7 января 1943 года в гостинице Нью-Йоркер в своем номере скончался 86-летний постоялец, проживавший в этом отеле более 10 лет На второй день в номер наведались 4 сотрудника из Управления морской разведки, армейской разведки и ФБР в сопровождении адвоката Ирвина Джурова Позднее адвокат вспоминал Мне сообщили, что только что скончался Никола Тесла который, по некоторым сведениям, изобрел луч смерти важное военное устройство, способное уничтожать летящие вражеские самолеты Джуров и сопровождавшие его офицеры вывезли вещи и гостиничный сейф в ячейке которого находилась рабочая модель луча смерти на Манхэттенский склад Некоторое время спустя сейф был вскрыт и сотрудники секретных служб смогли разглядеть его содержимое то, что они увидели, повергло их в состояние сильного замешательства В одну из последних ночей 1903 года побережье Атлантики в районе города Нью-Йорка на сотни миль было озарено яркой вспышкой света Мощный заряд энергии, вырвавшийся из купола огромной грибовидной башни с оглушительными раскатами грома и ослепительными снопами великолепных иск взвесок под небесе, создавая в верхних слоях атмосферы эффект северного сияния При этом длительном и устойчивом свечении на многие мили был виден океан строение на северном побережье Лонг-Кайленда и люди, наблюдавшие за фантастическим явлением В эту ночь гений электричества Никола Тесла проводил в своей башне Уорден Клифф первый эксперимент по передаче энергии на расстояние беспроводным способом В последующие ночи он провел еще несколько подобных экспериментов после чего она замолчала навсегда В 1917 году башня, которая могла принести благо всему человечеству или стать оружием более страшным, чем атомная бомба По приказу федерального правительства США была взорвана, а часть электрического оборудования из нее исчезла в неизвестном направлении Вместе с ним год за годом постепенно стало таять и исчезать имя самого Тесла Тесла был абсолютно публичным человеком И когда его не стало, имя его неожиданно исчезло со страниц журналов и газет И это было совершенно неожиданно Это одна из тайн, которую предстоит раскрыть Эта история, которая слишком напоминает заговор против ученого началась с его приезда в Америку в 1884 году Амбициозный инженер-электрик из далекой Сербии приехал поступать на работу к самому великому Эдисону Он приехал покорять Америку не с пустыми руками Еще в годы учебы в Политехническом колледже Граца его посетила гениальная идея переменного тока Невозможно говорить о Николе Тесла и не коснуться его взаимоотношений с Эдисоном Это были совершенно два разных человека Эдисон, которого называли королем изобретателей и Тесла, который впоследствии носил титул апостола электричества стояли на разных научных платформах исходные мировоззрения у них были абсолютно разные Несмотря на то, что Эдисон взял Тесла к себе на работу он скоро понял, что амбициозный серп при всей его старательности и исполнительности не собирался слепо идти в фарватере проложенным мастером Он даже имел наглость предложить Эдисону переделать его оборудование Проблема заключалась в том, что электрический постоянный ток невозможно было передавать на большие расстояния Он весь рассеивался в проводах Эдисон пытался решить эту проблему Но максимальное расстояние, на которое он смог увеличить передачу электричества, было полторы мили Если бы развитие электротехники пошло по пути Эдисона человечество сейчас имело бы разорительную и неэффективную электроэнергетику Пока другие трудились над усовершенствованием монстра постоянного тока Тесла создал систему, рядом с которой бледнели все предыдущие технологии А его открытие было огромным скачком, стремительно приближающим технологическую революцию Через 9 месяцев Тесла покидает компанию Эдисона Формальным поводом послужила неуплата ему обещанного вознаграждения Говорят, что вдогонку Тесла Эдисон крикнул что-то похожее на проклятие Уже через год Тесла открывает свою компанию Тесла Электрик Лайт Компани И вскоре мир получил целую гамму моторов и генераторов переменного тока В Теслу вообще ходят легенды и у него масса изобретений Но самое интересное, наверное, те изобретения, которые не вошли в практику, а которые ходят в легенды Это удивительная личность, удивительность начинается с самого начала Огромное количество достижений, которые прямо сыпались как из рога изобилия Это индукционный мотор, который он нарисовал на берегу моря с палочкой на песке И потом сразу заказал, все заработало Трехфазный ток, радио, задолго до Маркони Не просто радио, а радиоуправляемые модели Это автоматика, чуть ли не телемеханика Никола Тесла родился в 1856 году в деревушке Смеляни в Хорватии У его отца, священника Милютина Тесла, была обширная библиотека И у мальчика рано пробудился интерес к научной литературе Особенно его интересовало электричество Маленького Николу все время преследовали мысли о боли, смерти, религиозном страхе В то время в нем развились удивительные наклонности 60-ю годами позже он напишет Я чувствителен к некоторым из раздражителей Стоит мне опустить прямоугольные куски бумаги в жидкость Как во рту появлялся странный и неприятный привкус Меня раздирали суеверные предубеждения Я жил в постоянном ужасе от злого духа Великана-людоеда и прочих сатанинских чудищ мрака А потом вдруг наступил крутой поворот И все существо двинулось в другом русле Это был очень странный мальчик Но повзрослев и прожив довольно долгую жизнь Он оставил после себя столько неразгаданных тайн Сколько не оставил после себя, пожалуй, ни один ученый 20-го века Уже в юности Тесла выглядел демонически Высокий рост, худоба, впалые щеки, пристальный взгляд горящих глаз Порой он на многие часы погружался в созерцание каких-то иных, неизведанных миров Из этого почти сумасшествия рождались совершенно рациональные технические идеи Те, кому удалось побывать в лаборатории Тесла С ужасом вспоминали, как изобретатель жонглировал в воздухе светящимися сгустками энергии и складывал их в чемодан На рубеже 90-х годов Тесла посетила еще более феерическая идея Беспроводной передачи энергии на расстоянии Здесь ключевой идеей, конечно, была идея резонанса Впоследствии эта идея была основной при передаче радио и телесигналов Грандиозность вот этого вот замысла можно сравнить по своему масштабу с изобретением колеса Собственно, вся информационная эра началась вот с этой мысли Теслы Чтобы представить, что такое беспроводная передача энергии Можно вообразить, скажем, снабжение энергии наших домов через антенны Бестопливный транспорт, космические корабли, которые снабжаются энергией непосредственно с Земли Вот именно такие технологии предполагал разработать Тесла в проекте Орден Клифф Первым серьезным инвестором Тесла становится промышленник и миллионер Вестингаус Потомок русских аристократов и сам изобретатель Он обладал даром правиться и знал, что будущее за электричеством Поэтому, недолго думая, он скупает почти все патенты Тесла И выплачивает ему в общей сложности полмиллиона долларов Колоссальную по тем временам сумму При этом согласившись оплачивать и любые судебные издержки На процессах, касающихся патентных приоритетов Надо сказать, что у Дессона был хороший покровитель Морган Дом Моргана был первым в Америке электрифицированным Эдисоном в 1881 году И Морган оказывал Эдисону покровительство и помощь в финансовой сфере Компании Эдисона терпели большие убытки В частности, в связи с разбирательствами с компанией Вестингаус Убытки составляли порядка 3,5 миллионов долларов И Морган, используя более успешную компанию Алхрию Томпсона Помог выкупить акции Эдисона Электрик Это было новое детище Моргана Компания получила название General Electric Теперь стало очевидно, какой могучий альянс организовался против Тесла и Вестингауса В 1892 году Тесла выступает в Институте инженеров-электриков в Лондоне Более двух часов Тесла держит аудиторию в напряженном внимании Он демонстрирует свою высокочастотную кнопочную лампу Которая могла испарять вещество Это был прототип рубинового лазера И он подробно описал работу своего изобретения За 50 лет до создания подобного аппарата в середине 20-го столетия Кроме этого, Тесла говорил о других своих изобретениях А под конец устроил небольшое шоу С пропусканием через себя электрического напряжения в 100 тысяч вольт И зажиганием беспроводных ламп, которые он держал в руках Работы Тесла вызывали интерес у очень многих ученых В конце 19-го века, в начале 20-го века Достаточно классический, самый нашумевший опыт Когда он пропускал через себя ток напряжением 100 тысяч вольт Мы с вами хорошо видим, как при включенном трансформаторе Тесла У меня в руках начинают светиться лампы дневного света По этим лампам идет электрический ток То есть вокруг трансформатора Тесла создается мощное электрическое поле Позволяющее перемещать электрические заряды По окончании лекции председатель общества лорд Релей Сказал Тесла, что тот обладает особым даром открытия И что он должен сосредоточиться на еще более великих идеях Откуда лорду Релею и другим было знать, что гений Тесла Уже более двух лет в тайне от всех Вынашивает грандиозную идею по передаче энергии на расстояние без проводов Идею, которая могла перевернуть весь мир На долгие годы, вплоть до сделки с Морганом и работой над башней Эта тема становится его тайной мечтой Над которой он будет трудиться в полном одиночестве И в секрете даже от своих самых близких сотрудников Однако в прессу стали просачиваться слухи о том Что ученый работает над созданием разрушительного оружия Вскоре он проводит серию экспериментов, изучая процессы автоколебания Тесла прикрепил один из своих осцилляторов на центральной балке в подвале здания на Хьюстон-стрит Где была расположена его лаборатория И настроился на такую чистоту, при которой балка начала гудеть, а затем вибрировать Вместе с ней стало сотрясаться и все здание, и ближайшие дома Из окон домов посыпались стекла, лопались газовые и отопительные трубы, водопровод Четыре тонны лабораторного оборудования рухнуло в подвал И от полного разрушения здание спасло только то, что Тесла, схватив молоток, разбил осциллятор Эффект, произведенный его прибором, напоминал библейское разрушение крепостных стен и ерехонскими трубами Позднее журналистам он говорил, что при помощи подобной мощной резонансной установки Можно разрушать небоскребы, мосты и даже расколоть земной шар надвое Тесла работал с наглядными образами И, так сказать, одним из самых важных образов у него был мировой эфир Электричество, считал Тесла, это вибрации эфира Мы возбуждаем вибрации в одном месте с помощью каких-то там способов И потом эти вибрации охватывают все пространство И где-то в другом месте мы их можем извлечь, и мы получим энергии Скрытность Тесла в его работе по беспроводной передаче энергии давала шанс его заклятым врагам Например, Маркони вплоть до своей смерти претендовал на первенство в передаче беспроводных сигналов Он даже получил Нобелевскую премию, используя в своей технологии идеи и катушки Тесла Без разрешения и упоминания автора За что преследовался им в судебном порядке до конца жизни Однако в 1943-м Верховный суд США отдаст приоритет создании радио Тесла Аналогичная история происходила и с Элли Хью Томпсоном и Майклом Пьюпином Которые стали немаловажными фигурами в деле искажения и сокрытия правды об изобретениях Тесла Но все это ждет его позже А в 1894 году к ученому приходит слава Его лабораторию посещают политики, писатели, ученые Среди которых Теодор Рузвельт, Марк Твен, надолго ставший его другом Жюль Вернс, писавший образ капитана Немо с Тесла Однако война патентов все обострялась И в этой ситуации Тесла было крайне необходимо предпринимать шаги для создания реально действующей системы Тесла в поисках финансирования своих изобретений кидается от одного миллионера к другому Вскоре он обращается к одному из самых богатых людей того времени Джону Джейкобу Астер Астер был неординарным человеком и к тому же талантливым изобретателем Он вкладывает в компанию Тесла 100 тысяч долларов И на гребне успеха тот переезжает в самую роскошную гостиницу Нью-Йорка у Олдорф Астория По причине секретности Тесла с Астером был не до конца откровенен Он не акцентировал внимание на своем главном занятии И поэтому для Астера, обозначившему свой интерес только флуоресцентными лампами и осцилляторами Стало полной неожиданностью, когда Тесла направил почти все полученные средства На строительство экспериментальной лаборатории далеко от Нью-Йорка В горах Колорадо Спрингс Там происходило что-то странное Но что? Об этом не знал никто, кроме самого Тесла Еще большей неожиданностью стало то, что через год он ни на йоту не продвинулся в обозначенных Астеру направлениях После этого Астер, конечно, был очень недоволен, можно сказать, успешен тем, как поступил Тесла Но он очень уважал его, очень ценил его Может быть, даже любил их взаимоотношения в дальнейшем как-то продолжались И поэтому он ни расторг договор, не потребовал возмещения убытков Хотя именно Астер был тот человек, на мой взгляд, сотрудничество с которым могло принести очень большие плоды И быть очень успешным И, может быть, судьба изобретений Тесла и судьба вообще всего человечества Она пошла по каким-то другим путям, она по-другому бы развивалась Филантроп Астер простил ученому невыполнение обязательств, не взяв с него ни цента И после расторжения контракта тот вынужден был кинуться в объятия своего давнего недоброжелателя Моргана Система беспроводной передачи сообщений и энергии требовала срочных вливаний В отличие от Астера, Морган был жесткий и прагматичный финансист Вкладывая капиталы почти во все отрасли, он манипулировал огромными суммами и группами людей Включая самого президента И стал настоящим серым кардиналом Америки В сети такого человека и угодил Тесла, прилетев к нему, как мотылек летит на свет Вероятно, уже при первой встрече с Морганом Тесла, пометуя о достаточно неудачном опыте работы с Астером Говорил не только о возможности создания беспроволочного телеграфа Но и об общих вопросах передачи энергии беспроволочным путем на большие расстояния Пожалуй, только слабая осведомленность Моргана в природе физических явлений Помешала ему до конца оценить то, что предлагал Тесла Иначе могла возникнуть ситуация, знакомая нам по книге гиперболоид инженера Гарина Гигантский механизм, который собирался создать Тесла Мог быть не только мирным телеграфным центром Но оружием, далеко превосходящим луч смерти инженера Гарина и его компаньона Банкира Ролинга Морган сразу же дал понять ученому, чего он ждет от него Не испытывайте мое терпение, мистер Тесла Я простой человек и хочу найти способ подавать сигналы идущим навстречу судам во время тумана Отправлять сообщения в Европу и, возможно, узнавать цены на Уолл-стрит, находясь в Англии Это было половинчатое решение для Тесла Но, несмотря на поставленные ограничения, он не перестанет лелеять свою мечту Морган выделяет на проект 150 тысяч долларов И после официального подписания контракта Тесла отпразднует начало нового предприятия Устроив шумную вечеринку в Уоллдорф-Астории Через некоторое время он скупит 200 акров земли в 60 милях от Нью-Йорка на острове Лонг-Алленд И начнет строительство грандиозной передающей башни и лаборатории Наняв для этого одного из самых успешных архитекторов того времени Стэнфорда Уайта Проект получил название Уорденклифф И это был проект Всемирного телеграфного центра План Тесла был многогранен В конечном итоге он планировал построить пять башен Окружив ими весь земной шар И намеревался передавать не только сообщения Но также освещать океанские пути и управлять погодой В этой системе можно было передавать телефонные и биржевые новости Фотографии и копии подписей Но самое главное, на что втайне рассчитывал Тесла Была передача энергии из одной точки в другую без проводов Эта суперидея по своей сложности предвосхищала и превосходила Еще не построенную к тому времени теорию относительности Эйнштейна Потому что помимо переноса энергии без проводов Она предполагала еще и возможность передачи информации Мгновенно и на бесконечно удаленные расстояния Скорость света в 300 тысяч километров в секунду Тесла не устраивала Этого часть считается, что электричество это уже вроде как закрытая вещь Потому что есть электродинамика Максова, есть электродинамика квантовая Все понятно, все ясно Но в этих электродинамиках, в обоих, нет мирового эфира Той самой энергетической субстанции, из которой Тесла качала энергию Так что здесь что-то не то Вибрации эфира, они и являются собственно электрическим и магнитным полем Электрическое поле само будет играть просто роль управляющего сигнала А энергию мы будем черпать на том месте, в таком количестве, значит, какое нам надо Мы будем летать, у нас будут безоборные движители При этом мы будем отталкиваться от мирового эфира У нас появятся новые средства связи И передачи информации, поскольку кроме электромагнитных волн есть еще сами эфирные вибрации В течение всего 1901 года ученый, как безумный, трудится над своей башней, торопясь ее закончить А на пятки ему наступает вездесущий Маркони Тесла уверен, что ни опередить, ни повторить его невозможно Но в декабре 1901 года Маркони первым передает сигналы через Атлантический океан из Англии в Америку Это был триумф Маркони и начало широкомасштабного заговора по замалчиванию открытий Тесла Маркони, как всегда, забудет упомянуть, что главным составляющим звеном его системы была катушка Тесла Неожиданно уже в начале 1902 года Морган прекращает финансирование проекта В отчаянии, чтобы показать Моргану жизнеспособность проекта Орденклифф Тесла решает увеличить мощность своей башни и, воспользовавшись случаем, заговаривает с ним об увеличении финансирования Банкир приходит в бешенство и бросает ему Уходите, мистер Тесла Тесла был потрясен Это был конец, но он еще не понимал этого Несколько лет он будет забрасывать письмами Моргана с просьбами о финансировании Но тот не даст ему больше ни цента Ученый был раздавлен таким поворотом событий Он был разорен И испытывал жесточайшую депрессию Одной из вероятных причин отказа Моргана от сотрудничества с Тесла Считают тот факт, что Морган удовлетворился теми достижениями Которые были сделаны Гильермо Маркони в области радиопередачи И якобы в этом смысле работы с Тесла стали ему уже неинтересны Но обстоятельства этого разрыва оказались гораздо серьезнее, чем можно было предположить Тесла, чувствуя свое мессианство, в подробностях рассказывает о своем плане Моргану И когда тот узнает от ученого его истинные намерения Понимает, к чему может привести создание такой технологии В случае реализации проекта Орденклифф Отпадала необходимость в миллионах телеграфных столбов Мегатоннах меди В производстве резины для изоляции При этом высвобождались миллионы рабочих рук Отпадали целые отрасли и производства В которые вкладывали деньги Морган и другие банкиры Технология Тесла отменяла многих Морганов А это их, конечно, не устраивает Морган не только отказывает Тесла в продолжении финансирования Когда ученый попытается найти новых инвесторов Он приложит немало усилий, чтобы остановить распространение идей Тесла В октябре 1903 года он примет решение окончательно разгромить его Миллиардера Томаса Форчена Райана Согласившегося выделить 100 тысяч долларов под проект Тесла Морган отговорит вкладывать деньги в него И посоветует найти другие объекты для инвестирования Затем последуют тайные явные шаги серого кардинала Которые приведут к окончательному краху По сути, в новом веке Морган совершил первую удачную операцию По скупке целой технологии с целью ее похорон Как только стало ясно, что планы Тесла по передаче энергии отменены Началась настоящая лихорадка вокруг медных месторождений И добычи каучуков в Конго Это вполне устраивало мистера Моргана После сокрушительного поражения Тесла долгое время жил затворником в своем гостиничном номере Иногда выходя из него, чтобы покормить любимый голумей В довершении ко всем бедам случилось еще одно несчастье Его друга и партнера, архитектора Стэнфорда Уайта Проектировавшего башню Уорденклифф Застрелил прямо в ресторане супруг бывшей его любовницы Немногие пришли к нему на похороны, но Тесла пришел Судьба вместе с Уайтом хоронила и его башню Разные источники подтверждают, что Тесла в это время Испытывал глубокую депрессию За этот период уйдут в мир иной его друг Джон Джейкоб Астер Который погибнет на Титанике И его недоброжелатель Морган, который умрет собственной смертью Это был самый загадочный период жизни Николы Тесла Прекратил ли он свои эксперименты с башней и покинул ее, как утверждают некоторые биографы Не взяв оттуда ни одного листка из технической документации Или тайно продолжал свои эксперименты По разным источникам, вплоть до 1915 года Тесла посещал Уорденклифф по делам формального порядка И с целью контроля за оборудованием Также в архивах были найдены свидетельства, что иногда он приезжал туда ночью В связи с этим один из биографов Тесла, Тед Уайс Выдвинул версию, которая до сих пор будоражит умы многих ученых Это версия о том, что события 30 июня 1908 года на реке Подкаменная Тунгуска Стали результатом тайного опыта Тесла Тунгусские события произошли утром 30 июля 1908 года Взрыв был слышен на расстоянии 700 километров И свалил около 2000 квадратных километров Соснового леса в Центральной Сибири Научная экспедиция 1927 года под руководством Леонида Кулика Не смогла найти ни кратера от удара Ни вкраплений, характерных для метеоритов Предложенные версии не объясняли очень многих фактов Например, никакой светящийся объект в это время в небе не наблюдался Хотя есть свидетельства очевидцев о каком-то плазменном образовании Которое вело себя не характерно для метеорита или кометы Не смогла объяснить многого и официально принятая версия Говорившая о том, что это был обломок кометы Энка Тесла использовал доминирующие линейные размеры природных сред Которые с очевидностью знал И за счет таких согласований имел возможность Резонансным образом взаимодействовать с верхними слоями атмосферы За счет чего создавать в них кластеры, сгустки энергии По объему энергии, превосходящие в тысячи и миллионы раз Уровни сигналов, которые посылались с башней Им целенаправленно был рассчитан радио с принципиально малой заселенностью Куда сигнал с башни Орденклифф был направлен Этот эффект известен как Тунгусская катастрофа, Тунгусский метеорит Башня Орденклифф имела высоту 57 метров И стальную шахту, уходящую вглубь земли, на 37 метров С разветвленной сетью трубопроводов Общая высота составляла 94 метра Сверху размещался металлический купол с плоской медной тарелкой наверху Это был еще не виданный по тем временам резонансный передатчик Сам Тесла говорил, что его устройство могло производить До 100 миллионов вольт напряжения и ток в 1000 ампер И что сам он экспериментировал с уровнями мощности в миллиарды ватт Если бы это количество энергии было выпущено в неизмеримо малый промежуток времени Энергия была бы равна взрыву миллиона тонн тротила Он утверждал, волны, создаваемые моим передатчиком Будут величайшим спонтанным проявлением на планете Вызываемым в точке диаметрально противоположной передатчику Мое устройство способно осветить все Соединенные Штаты Ток потечет по воздуху во всех направлениях, создавая эффект полярного сияния Таким образом, Тесла прямо подтверждает возможность резонанса Огромной разрушительной силы на противоположной от башни точке Земли Тесла мог породить целую причину Целый ряд причин, которые привели к Тунгусской катастрофе Дело в том, что геосфера немгновенно отрабатывает резонансные явления В частности, она могла прорабатывать те возмущения, которые породил Тесла Своим экспериментом в Лонг-Айленде несколько лет Удивительно, но Лонг-Айленд и место взрыва находятся практически на одном меридиане Взрыв произошел 30 июня 1908 года в 7 часов 43 минуты по местному времени И значит, в потенциале передача сигнала с отражением от Луны И приходом в район Тунгуски была принципиально возможна Энергетический сигнал был отправлен с башни Орденкли в сторону Луны И отразившись от нее вернулся к поверхности Земли, взорвав пространство на подкаменной Тунгуске Безусловно, это только версия Но в ряду других она имеет равные права Поскольку иных доказуемых версий не существует На уровне квантовой механики мы уже знаем роль наблюдателя в эксперименте То есть, чем тоньше эксперимент, чем глубже мы проникаем в материю Чем точнее мы подбираем параметры, так сказать, объекта, с которым взаимодействуем Резонансы, какие-то тонкие уже энергии на информационном уровне Когда то, что мы делаем, является не самой энергией, а спусковым механизмом Который запускает огромные запасенные энергии пространства Энергии природы, которые бесконечны Мог ли Тесла догадываться, что катастрофа в Сибири была не взрывом небесного тела А реальным подтверждением его научных открытий? А если так, то какое решение он мог принять перед лицом столь разрушительной силы? В разгар Первой мировой войны США разрывают дипломатические отношения с Германией И вскоре военные взрывают и сравнивают с землей башню Уорденклифф Мотивируя это тем, что ей могли воспользоваться немецкие шпионы Для наведения снарядов на нее Это был последний гвоздь в группе мечты Тесла И начало еще одного загадочного периода его жизни И вот здесь, у двери его лаборатории, появились странные люди в штатском Нетрудно догадаться, кому понадобились знания Тесла Есть информация, что в 20-х годах Тесла работал с несколькими военными учреждениями Проводя различные секретные испытания В частности, с военной лабораторией, расположенной на 59-й улице, Нью-Йорке В 1984 году Голливуд выпустил на экраны фантастический фильм «Филадельфийский эксперимент» Рассказывающий об испытаниях, якобы проводившихся ВМФ США в 1943 году в рамках проекта «Радуга» Целью которого было сокрытие от радаров противника корабля при помощи электромагнитного поля Когда генераторы были включены до предела, случилось нечто неожиданное Ряд сильных магнитных полей изменил пространственно-временные координаты И крейсер Элдридж-173 на время исчез, а затем появился на несколько секунд в другом месте Через очень короткое время корабль вновь материализовался в порту Филадельфия И сам фильм, и книга, лежавшая в основе экранизации Были явно созданы под впечатлением работ и научной деятельности Тесла Тем не менее, этот фантастический сюжет имел под собой реально проводимые американскими военными эксперименты Бесчисленные публикации и журналистские домыслы на эту тему наводят на мысль о специально проводимой до сих пор дезинформации Фантастический филадельфийский эксперимент, который до сих пор остается загадкой, был он или не был Наверное, какие-то работы проводились И эти работы были направлены на задачу создания таких устройств, которые бы позволяли какой-то объект делать невидимым Объект в виде корабля, самолета, подвижного устройства Так защитить, чтобы он стал невидимым для всех средств обнаружения 10 июля 1931 года Тесла исполнила 75 лет Со всех концов света идут телеграммы с поздравлениями Нет поздравлений только от Гуэльма Маркони и Майкла Пьюпина В таком эпизоде забывчивости коллег раскрывается механизм заговора умолчания и сокрытия достижений гениального ученого Он был спровоцирован Эдисоном, подхвачен научными собратьями и продолжается по сей день По свидетельству Ральфа Бергшрессера, сотрудника ЦРУ, план сокрытия был масштабным и очень сложным Все началось еще с Моргана, по приказу которого бумаги Тесла систематически изымались из библиотек и других источников с целью помешать внедрению изобретений по беспроводной передаче энергии Постепенно имя Тесла стало уходить со страниц журналов и газет Он и сам перестал появляться на людях Из отеля Пенсильвании его выселяют за неуплату долга в 2000 долларов Тесла пришлось переехать в отель губернатор Клинтон, а вскоре в Нью-Йорке, последний его приют на этом свете В это время он спас одного голубя с поломанным крылом и сломанной лапкой, соорудив для него поддерживающую конструкцию Удивительный факт, на лечение голубя он потратил именно 2000 долларов Тесла угасал, после смерти в его записях нашли такие строки Я кормил тысячи голубей, годами Тысячи их, ибо кто может их всех запомнить Однако тут оказался один голубь, удивительная птица, белый, со светло-серыми пятнами на крыльях Он сильно выделялся, это была самка Я полюбил эту птицу так, как мужчина любит женщину И она тоже полюбила меня Заболев, она прилетала в мою комнату, и я днями ухаживал за ней Однажды ночью, когда я лежал в темноте, она влетела в открытое окно и села на мой стол Глядя на нее, я понял, что она хочет мне сказать, что умрет Я увидел вьющийся из ее глаз сильный луч света Когда этот голубь умер, я понял, что дело моей жизни закончено Некоторое время спустя умер и сам ученый Это случилось 7 января 1943 года Когда вошли к нему в номер, окно было отворено и на подоконнике рассыпан корм для голубей Тесла лежал на кровати Его тело было обнажено, а на ногах одеты чистые белые носки Смерть Тесла была такой же загадкой, как и вся его жизнь Слишком поспешно хоронили ученого Слишком поспешно военные выносили и вывозили вещи и документы умершего Ограничивая потом доступ к ним в течение 10 лет Всех, включая родственников Можно, конечно, и рассмотреть другую версию Связанную с тем, что в последние годы жизни Он, во-первых, занимался столь серьезными экспериментами Которые содержали в себе такой потенциал И которые действительно могли открыть направление создания суперсверхмощного видов оружия И, естественно, конечно, это вызвало серьезную заботчность у американских военных С точки зрения и сокрытия этих работ, и дальнейшего их развития И их обеспокоенность, что информация об этих работах могла утечь к другим Другие страны, к другим военным Поэтому можно предположить, да, и причастность военных к его смерти Нельзя этого исключать А с другой стороны, можно предположить и причастность к этому И других спецслужб, и других государств Которым, по-видимому, показалось опасным То направление, которое начало активно развиваться в Соединенных Штатах Америки Военные боялись, что ученый через своих родственников Мог передать какие-либо документы Касающиеся его секретных разработок И тому есть подтверждение, что он это делал В сложившейся ситуации им было крайне важно прекратить утечку информации В смерти Тесла, как и в его жизни, до сих пор много неясного и непонятного Впрочем, так же, как и в смерти некоторых других ученых В 1903 году в России Михаил Филиппов, передав из Петербурга Беспроводным способом энергию в Царское село Зажег люстру Через несколько дней он был убит А все его архивы конфискованы полицией В 1954-м Гениальный изобретатель АМ и ФМ-радио Нобелевский лауреат Эдвин Армстронг Выбросился из окна 13-го этажа 14 мая 2004 года Нашли убитым ударами ножа главу частного американского фонда Занимавшегося исследованиями в области получения холодного термоядерного синтеза Юджина Малова Уже дважды было совершено покушение На выдающегося ученого Льва Максимова Изобретателя принципиально новой уранториевой технологии И этот список не закрыт Всех их объединяло одно Прорыв в эру новой энергетики Кто сейчас знает, что именно Тесла Изобрел радиоуправляемые системы Летательные аппараты с вертикальным взлетом Судно на воздушной подушке Его идеи нашли свое отражение в сверхзвуковом бомбардировщике Харьер И только еще проектируемом самолете вертикального взлета Локхит Мартин Х-33 Которому предстоит заменить космический челнок многоразового использования Его небезызвестные лучи смерти взяты за основу программы звездных войн Цой Однако, как ни странно это прозвучит Основную роль в этом заговоре молчания Скорее всего сыграл сам Никола Тесла В своей автобиографии Тесла пишет Вопреки тому, что говорит свет Морган исполнил все свои обязательства, взятые по отношению ко мне Мой проект был отложен под влиянием природных законов Мир не был готов принять его Он слишком опережал время, в котором появился Но те же самые законы в конце концов перевесят И проект будет проведен с триумфальным успехом Тесла в тот момент, как мне кажется, понял Что он вошел в какую-то область огромных энергий Что даже включив только на несколько процентов, видимо, возможности этих технологий Он получил такие эффекты В этот момент он принимает личное решение закрывать эту тему Это наверняка единственный случай во всей истории науки Когда человек такого масштаба сумел подавить свое честолюбие Сумел пойти по пути своей миссии То, что называется грех деяния Он не сделал это Через неделю после смерти Тесла Специальная комиссия, обладающая полномочиями на захват собственности Без разрешения суда делала на Манхэттенском складе Опись вещей покойного Оказалось, что когда вскрыли гостиничный сейф Где должна была находиться действующая рабочая модель лучевого оружия То увидели там малозначительный прибор Для измерения параметров мостов сопротивления И несколько коробок с голубиным корнем Вместе с моделью исчезли документы, чертежи И, как ни странно, медаль Эдисона, врученная ученому в 1917 году В настоящее время мы можем предположить Что спецслужбы, появившиеся в номере Тесла Сразу после его смерти Успели совершить подмену с целью сокрытия секретных изысканий Тесла И в таком случае разработка его лучей смерти Перекочевала в глубокие тайники Какого-нибудь военного учреждения Однако вполне возможна и другая версия Тесла знал о времени своего ухода И хорошо подготовился Приоткрыв запечатанные временем двери Он остановился, увидев за ними лежащий в пропасти ад А голубиный корм Это была всего лишь его улыбка Прощальная улыбка кинема Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok